Выполнение требований коллективного договора, уровень и рост заработной платы, вопросы занятости и охраны труда. Чтобы обсудить выполнение этих направлений работы профсоюзной организации, к разговору пригласили все заинтересованные стороны. Будем обсуждать активно и вместе с нанимателями, властью, потому что мы пригласились на наше заседание наших социальных партнеров. И будем находить пути решения. В целом у нас экономика восстанавливается, ситуация неплохая, но отдельные есть моменты шероховатости, на которые мы сегодня обратим внимание. Основное внимание профсоюзов направлено на вопросы повышения уровня заработной платы. Средний показатель от 1 тысячи рублей и выше зафиксированы на 10 предприятиях, среди которых флагмана молочной отрасли Савушкин продукт, производственное предприятие Гефест, а также Брестский мясокомбинат и ликероводочный завод. Средняя заработная плата до 1000 рублей, по информации профсоюзов, зарегистрирована на предприятиях Кондор и Вегас. Между тем 40% работников учреждений образования получают специальные доплаты, чтобы довести заработок до минимального уровня. В отрасли спорта и туризма эта цифра достигает 44%. На сегодняшний день правительство, федерация высказала свои предложения, чтобы ставку первого разряда для бюджетной сферы приравнять к минимальной заработной плате. Это повлияет вообще на рост заработной платы в бюджетной сфере и в целом это поднимет показатель средней заработной платы, наверное, по стране. На особом контроле у профсоюзов и вопросы охраны труда. Сегодня в Бресте насчитывается более 5000 потенциально опасных объектов на 707 предприятиях. На каждом из этих рабочих мест трудятся люди из-за дачи профсоюзных комитетов и почти 4000 общественных инспекторов по охране труда внимательно следить за выполнением условий со стороны нанимателя. К сожалению, за 10 месяцев текущего года из-за несоблюдения правил и норм произошло 14 несчастных случаев на производстве. Вместе с тем на мероприятие по охране труда направлено 36 миллионов рублей. Не отходят на второй план и проблемы, связанные с выполнением нанимателей обязанностей по коллективным договорам, которые по оценке профсоюза успешно заключены на 523 предприятиях и организациях Бреста. Мне бы хотелось, чтобы все гарантии, которые предусмотрены нашим отраслевым соглашением, соглашением городским, областным, выполнялись. А также каждые нормы, которые предусмотрены в коллективном договоре каждого учреждения образования. По итогам совещания принято постановление. Документ не только ставит задачи на год будущий, но и увеличивает полномочия профсоюзных комитетов и позволяет привлекать дополнительные ресурсы для выполнения намеченных целей.